Всем доброго утра, дорогие мои! Ну вот сегодня 19 апреля 2020 года. Сегодня Пасха у православных братьев и сестер. Всех я поздравляю с этим великим праздником. Желаю вам счастья, здоровья и жизненных благ. А жизненные блага, самое главное это здоровье. Это здоровье, а все остальное дело наживное. Хочу вас обрадовать немного. Ну вчера вот выступал министр здравоохранения Твердский в Анталии. Ситуация с коронавирусом не такая уж страшная. Есть заболевшие, есть уныши на очень малое количество, чем в других городах Турции. Даже в одном городе, Анталийское побережье, это побережье Севземноморье, город Кеш, с численностью 8 тысяч человек, там вообще нет ни одного заболевшего. И в Анталии в этом плане тоже не такой же самая критическая ситуация. Государство идет навстречу людям, подает бесплатно маски, я вам уже показывал, и думаю, все будет хорошо. Все будет хорошо. Вот, вот моя сосна пошла, видите, это самое, выпустила эти, вот они. Растет, высоко уже стало. Ой, какая высокая, малюсенькая была моя сосна. А теперь смотрите, какая она, высокая, метра три, три с половиной. Вот так вот. В общем, все хорошо, все нормально. Вот. Ну, сейчас вот показывают, я смотрю российский канал, там барыги, больше слов нет, как их назвать, это барыги, которые теперь хотят наживаться на этих масках, как друг другу перепродают эти маски. В Москве ажиотаж. Нет, так не пойдет, ребята, надо это дело взять в руки, и людям надо раздавать маски бесплатно, бесплатно. Это как война почти. И если в этом делать деньги, это же не пойдет. Это хорошему ничему не приведет. ничему хорошему не приведет. Надо маски людям раздавать бесплатно. Вот только тогда средства защиты, это одно из путей, которые тоже остановят эту болезнь, это на этом деньги нельзя делать. Вот. Посмотрел, я говорю, елки-палки, и на этом деньги хотят делать. Стоят там, около каких-то гаражей собрались, друг другом спорят, противно стало смотреть на это. Противно стало смотреть, как можно на этом деньги делать. Вы что, не знаете, что ли, перед всей страной уже беда настигла, и вас она настигнет, и ваши деньги вам не помогут стоять друг другом, сколько миллионов, такие цены заламывают, оптовая цена там, 41 с чем-то, а продажная сколько будет, 60-70, а если у людей денег нету, вот, что делать тогда? Нет, это надо взять в свои руки, и раздавать бесплатно, только так, только так. хлеб везут, а да, слышу, 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 мне не надо, а да, да, а овощи тоже везут, пусть везут, посмотрим. Вот такие дела, всех вас с праздником, дорогие мои, чтобы у вас все было все хорошо в жизни, здоровье, благополучие, вот, скоро и наши праздники пойдут мусульманские, вот, но в этом году я думаю, что не такой же это не будет слишком, потому что как раньше, вот, из-за этого коронавируса, вот, мечети тоже сейчас не посещать здесь нельзя, богослужения, вот, дома, молитвы, все, вот, проводится дома, в общем, домашние условия, короче, вот, вот, а что делать, видимо, так надо, жизнь не остановилась, жизнь продолжается, вот, будет все хорошо, будет все хорошо, сегодня солнечно, да уже вообще в Анталии уже сейчас уже припекать начинает уже, уже 25, под 30 уже доходит даже, 26, 27, ну, уже осталось совсем немного до мая, с мая уже 30-35 начнется, а к концу мая уже почти до 35 температура, вот, ну, всех вам благ, дорогие мои, вот, обнимаю вас всех, берегите себя, все будет хорошо, я всегда с вами, вот, буду вам показывать, чтобы вам было весело и не скучно, откроется вот эти карантинные завтра, сегодня 12 часов ночи заканчивается, в общем, это комендантский час 48-часовой, завтра я поезжу кое-где, покажу вам, как, что, как люди живут, как в городе, вот, покажу вам еще какие-нибудь вкусности, буду вам во всех сферах показывать, начиная от сказок, поделок, кухня, путешествия, все-все-все, чтобы у вас на этом канале была библиотека целая, на выбор, кто-то любит это, кто-то любит это, кто-то любит то, вот, всех вам благ, еще раз с Пасхой вас, вот, Христос воскресе, вот, пока-пока.